Ребята, привет! Здравствуй, подписчики! Здравствуй, подписчики! Еще раз здравствуйте! Мы в Нижнем Новгороде и по просьбе одной из подписчиц, которая собирается в ближайшее время отдыхать, снимай всю коллекцию, которая есть у Икеи, связанная с рюкзаками, сумками, дорогой и так далее. А если ты еще не подписчик, подпишись. Ну, это мне так кое-что сказал. Ладно. А, кстати, сразу хочу сказать. У нас вот такой за 1300. Он с нами и в пир, и в Рим, и куда только не гонял. Да? Главная фишка всех икеевских чемоданов, они, ребята, легкие, они маловесные, соответственно, они ваш багаж не крадут. В плане веса. Добавлю. Турки не смогли сломать данный. Да. Портаплетно считается или что? Турки Шейрлайн не смог сломать наш такой чемодан. Я персонально видел с самолета, как эта сумочка летела 5 метров в самолет. Поэтому она не тяжелая была. Потом очень так звонко ее подкидывали. Их было у нас две штуки. А, подожди, а мы что ее покатали? Давай показывать, идем. Как ни странно, очень вместительная. Очень безумно. Мы сейчас детей отправляем к родителям, когда на неделю вещи двух дочерей, с учетом теплых кофт, умещается все сюда. Очень хорошо в багажнике лежит. Да. Так же могу отметить. Смотри, то есть он в сложенном виде. Вообще занимает минимум места, потому что вот эти... Ну, иди сюда, пониже. Вот эти же крылья отстегиваются, и вы его можете запаковать обратно. Здесь есть липучка для фиксации шматья. И здесь есть карман дополнительный. Вот прям вот минимум, который нужен для дорожного чемодана, если вы постоянно куда-то мотаетесь, больше и не надо. Подставка, колеса. Сейчас они по распродажу. Сколько они будут стоить после, мы не знаем. Базовая цена 6, по распродаже сейчас 4 600. Сумка называется Фаренкла. Ориентируйтесь по базовой цене. А фишки ее? Она состоит из двух частей. То есть это отдельный рюкзак и отдельный чемодан. Все это на карабинах. То есть вы в аэропорт приехали, если не хотите на спине таскать рюкзачечку, вы можете пристигнуть. Прямо сдать вкладь. Вкладь там вряд ли это примут. Нет, если обмотать сразу. Если обмотать сразу. Устроишь пленку, если да. Пойдем сюда. Так, значит, карман раз. Маленьких два дополнителя в карман. С обратной стороны. О, еще одно отделение. Я предполагаю, что это под ноутбук. Да. Лотоп. Потому что, смотри, здесь мягко. С двух сторон мягко. Вот это двухстороннее. А спинка? Мягенькая. Понятно. Ноутбук. И вот еще карман. А это под документ? Как раз рюкзак и предназначен, чтобы документы спрятать, и не было доступа. Хорошо придумали. Так, здесь у нас подставка. Два хороших колеса. Дальше открывающийся большой карман. И вот такой открывающийся карман. Нифига себе здесь сколько. Единственное, видишь, вот сразу железки нету крепа никакого. Ну, это уже под одежду. Да. Не более. Смотри. Два кармана. Раз. Два таких же кармана. Потом фиксаторы. Для багажа. Утянуть? Да. Достойная штучка. Ну, и для тех, кто вообще в кайс командировок не вылазит. Что еще я для себя ответила? Мы когда из Стамбула вернулись, мы решили поискать чемоданы. Каркасные. Каркасные. В итоге мы пришли к выводу, что даже у дорогих линеек вот эта часть слабая. И поэтому Икея, ну, более-менее. На троечку. Да. Ну, по крайней мере, ценник не 12, не 15, не 20. Да. Ну, это что-то похоже, но без дополнительного... А, и то же самое, только этот. Цветом другим. Вот она. Базовая цена 7, сейчас 4 тысячи. 3 тысячи скидка. Давай разбираться. Это то же самое. Нет, это разные. Или поменьше размер. То же самое. Фактически, да. Нет, он здесь больше. Да, мне кажется, одинаковый. А хотя нет, да. А, вот он. Кто? Рюкзачи, это отдельно. Просто всего внутрь упаковок. Давай рассмотрим больше. Кстати, темно-серый дороже. Базовый. И дешевле сейчас по сейлу. Сейл до 29-го. Сегодня. Ну, не успеем, короче, выпустить это. А может, и останется. Может быть. Таши большой. Вот он как выглядит. Наполненным состоянием. Наполненный вон. Не, ну и ху. Это сумка. Это как раз сумка размер L-спортивный на колесах. 4 тысячи. Это я нажужжала. Там все одинаково стоит. Так. Но тут уже можно контрабанду возить. Незаметно. Контрабанду можно. Места хватит всем. Усиление. Ну, это... Пластик. Пластик, да. Он прям по боку. Раз карман. Два карман. Здесь металлическое усиление. Ремни. Там металлическое усиление на спинку? Вот сюда. Диагональное. Да. Ага, все, понял. Вот они. Здесь все отлипается. Иди сюда. Вот так это все. Вот там. Показываешь? А куда? Зачем это? Будет либо в жесткости. А, то есть поменять можно в зависимости от багажа, наверное, да? Так, поймем тогда, когда будем складывать, наверное. А я предполагаю, но наоборот, ее держат вот эту часть, чтобы она не сложилась. Видите, она у тебя уже такая ваперная стала. А, ну это же выставщик. А когда тебе его нужно убрать до хранения, ты его убираешь. Это подножка, два полноценных колеса, здесь огромный просто карман и две ручки. То есть, ручки, кстати, складываются вот в такие кармашки. Здесь полноценная ручка. И когда вам... Здесь кнопка. Для умных людей. Вот полноценная дорожная сумка, когда вам не нужен чемодан. Так, и самая большая, размер XL. Вон она. Она тоже самая. Она тоже самая, только большего размера. Не будем ваше время отнимать. Так, по чемоданам показали, давай дальше смотреть. Тут, конечно, напихано кучу всего. Ну, это убедем сразу лишнее. Непромокаемая сумочка-косметичка. 200 рублей. 16 на 4, на 11. Ты что, про нее больше ничего не скажешь? Да. Надувная подушка. Как? Просто она форма необычная. Она лучше, чем рогалик. Да. Она прям держит. Вот, видишь, я... Но опять же, нам надо испытать. Да. Икея, ждем ваших предложений. Вот это я больше всего оценил, когда мы катались по отелям. Да. Вообще незаменимая штука. Кстати, фишка-то в чем? Что он показывает сразу объем, что у вас полном наполнении 850 миллилитров. Вы можете рассчитывать вес багажа. Вот такая косметичка 149 рублей. Ну, это что-то как-то посредственно. Давайте еще бутылочки покажу, может, это было не так сильно заметно. Притом они разного размера идут. Смотри, вот набор косметичка сама. Три маленьких, две больших. Да. Или я ошибаюсь? Три маленьких, две больших. Плюс два контейнера. Я, например, сюда бальзам для волос, маску переливала. Плюс еще для перелива и должен быть еще скребочек где-то для перекладывания крема. Некоторые вот такие флакончики. Ну, очень удобно в креме. Я оценил. Мы пока... Неоднократно вот это преимущество. Вот когда очень зиму мотались по конференциям, мы брали всегда с собой. Так, дальше смотрите. Сумка для одежды из трех штук. Кто-то использует, кто-то нет. Когда в дорогу вы раскладываете все вещи по... Нас перекричали в какой-то веке. Когда в дорогу раскладываешь все вещи по отдельности. Вот такой набор из трех сумок 300 рублей. Дальше. Большая одна сумка, мешок для обуви. 200 рублей. С перфорацией. С перфорацией. Ну, можно не только обувь. Закройте. Закройте. А, вот она сумка для обуви. 99 рублей. Кстати, у кого дети, все время мешки для обуви теряют. Какой вариант? Не съедусь, сейчас что-то ужасно. Так, это не дорога, это не дорога. Ой, смотри, какая косметичка новенькая. Дремеск. 4 литра оливково-зеленый. Сейчас оценим. Так, девоньки. Мягенькая. Кармашек. Сюда кисточки. Сюда туши, блески и так далее. И остальное все три буквы. Прикольно, да? Для мальчиков проводочки. Да, да, да. Тестеры, паяльники. Прикольно. Мультиметры. Так. Ну, зонтики у Икеи, как обычные зонтики. Рюкзак, 18 литров, старит, 1499. Синенький. Где бы его вот... Я не снился. Я не снился. А вот давайте на горчичном посмотрим. Вот внизу, вот эти он полный. Это большой... А, вот они. Да. Вот синий. Карабинчик. Липучка. То есть вас никто никогда не расстегнет. То есть, чтобы к вам залезть в сумку, это нужно. Расстегнуть сначала карабин, потом нужно вот так отогнуть. Здесь ничего нету. Спинка. Ремни с регулировкой. Кармашек раз. Кармашки прорезиненные. То есть, если вы что-то прольете... И вот маленький. Ну, необычный формул. В других магазинах я такие... 999 рублей, 12 литров, золотистые, желтые. Вообще, как сумку для ноутбука можно использовать. Смотри, сколько кармашков. Раз, два, три. Большое отделение, четыре. Здесь на липучках для бутылок. С одной стороны. Так, теперь смотрите, варианты цветов. Которые по полторы тысячи. Есть еще розовый. Который за 900 рублей. Есть еще мята. Есть еще вот такой розовый. Теперь копаемся дальше. Дорожная сумка, дрянь мёск. Три 999. 42 литра. Липучка. Замки машины. Ой, а где сумка? А тебе что надо? А, смотри! Она под цеком? Да. Вообще прикольно. То есть вот ты сложил сюда, как в чемодан. Зафиксировал. Закрыл. Следующее отделение наполнил. И дубль 2. А на раскрытие она вот. В зависимости от того, как ты ее наполнишь. Интересно. А, и при этом, смотри. Вот это можно расстегнуть до конца. Когда она тебе в узкой форме не нужна, например. Ну, дофига у тебя добра, да? И становится единым пространством. Да, становится одна большая сумка. Карман. Карман без этих. Без замочков. И она еще на ножках. То есть поставить ее куда-то можно. Точно такая же есть бежевая. Ну, расчехлять не будем. Нет, уже показали. Дальше. Рюкзаки на 21 литр. Из этой же линейки. Бежевый и оливковый. Сейчас найдем. Оливковый рюкзак. Нет, это маленький. Вот этот. То же самое, что вот у синего. Только здесь кармашек на замке. Не знаю, Дим, сможешь вернуть? Дальше, смотри. Вот карман. Причем карман не просто так. В кармане раз карман, два кармана. Это по кармане. Да. Задок. Мягенько. Задок. Два и... Разные, да? Да, вот. У меня руки. Вообще жесть. Это чтобы рюкзак не открывать, можно сбоку его приоткрыть. Такой же есть с оливковый. Так, и рюкзаки, ребят, по полторы тысячи. 14 литров. Это сумка-рюкзак. Чтобы у вас было понимание. Когда мне это не нужно. Ну, конечно, у линии КАС снимать наказание. Да, очень громко. Как ты монтировать будешь? Где вы что-нибудь придумали? Полноценное отделение. Раз, карман. Тихонечко, тихонечко. Не торопитесь. Раз, карман. Два, карман. Замок. Раз, карман. И большое отделение. Ну, мне дремсут очень понравилось. А еще. А еще. Дремсек. А не дремсут. Есть еще, ребята, вот такие сумки. Порт пол. По 1999. Сейчас мы найдем портфель. Так, давай сначала покажу, как это выглядит на живом человеке, да? Да. Две липучки. Здесь ничего нет. Карман. Карман. Большое отделение. Внутри. На липучке. Два маленьких кармана. Двучек. И вот еще. Тоже два цвета. Так, и остатки старой линейки. Фаренкла, рюкзак, 34 литра. Ну, прям к этим вот подходим. На, подержи. Смотри, иди сюда. Его просто нет отдельно. Дим. Наставляй. Вот оно, большое отделение. Ручка. Можно нести как сумку. Здесь два кармана на замке. Угу. И большой карман. Еще не все. Бесформенный он какой-то просто. Ну да, он как бешок какой-то. 3000 стоит. Фаренкла 12 литров рюкзак. Кстати, ты с тонкой Фаренкл ходишь. Она хорошая, да? Долгая. Ну, у меня размером она поменьше. Ну, половина у тебя. Да. Я снять не могу, чтобы показать. У Фаренкла фишки в том, что, ну, как вообще все это стирается. Без особых проблем. Вмещается очень много. На вид и не скажешь, что в меси забыл очень много. Смотри, одно большое отделение. Дальше. Раз отделение. Два отделения. Три, четыре. Пять. Внутри пятого отделения. Еще. Раз карман. Два карман. Под ручки. Под бутылку. Раз. Под бутылку. Два. И апофеоз. Раз. Это на липучке все еще. Это к чемодану крепить можно. И есть совсем бюджетные рюкзачки. Пивринг. 299 рублей на 9 литров. Оливковый серенький. Ну, репетишкам, кстати, можно до занятия куда-то ходить. Под сменку, да? Не буду. Вот здесь, ребят, просто отделение. Больше никаких примут нет. Это икеевские сумки мы вам показывали. В принципе, все. Мы пользуемся одним рюкзаком и сумкой Фаренкл. Нам очень нравится. Ну, это не рюкзаком, а чемоданом. Ай, ну что ж такая громко сегодня? Вот. У кого какие икеевские дорожные сумки есть? Давайте делиться в комментариях. Рассказывайте. Ну, во-первых, интересно другим послушать. Нам для опыта. Не забываем делиться видео в соцсетях. И нас, друзья, становится все больше. Я думаю, на тот момент, когда мы снимаем, нас уже за 45 тысяч перевалило. А уже перевалило. Уже перевалило? Да. Так что ура, нас 45. Мы хотим полтинник. В феврале нас было 30. Это к чему? Что если заниматься и делать, все работает и растет.